Итак, мы вчера закончили на том, что я пытался донести следующую идею, что люди, они отказываются от чего-то значимого для достижения более ценного, что сама по себе жертва, которая привлекает наше внимание и не оставляет других людей равнодушными, для дающего не имеет особой ценности, потому что он видит нечто более ценное, и поэтому он отказывается от того, что действительно ценно для него, но для того, чтобы достигнуть нечто более ценное. И я пытался вчера раскрыть мысль, которая звучит следующим образом. Самое ценное на Земле, что может быть достигнуто человеком, это общение с Творцом. Понятно, да? И, в общем-то, непонятно, но каким-то странным образом мы достигаем этого. И на этом пути лежит часть, называемая жертвой. И мы говорили о том, что карван – это то, что нас приближает, делает ближе. И смысл этого действования – приближение. Понятно? То есть, если мы хотим приблизиться, то нам необходима жертва. И мы должны за этим действием понимать, что все, что мы принесем, оно будет менее ценно, чем то, что мы достигнем. Справедливо ли, справедливо ли, что эта жертва сопряжена с риском? Мы говорили отчасти, что человек, приносящий некую жертву, неважно, да, я условно написал, что это деньги, но это некая жертва. Отказ, мы достаточно долго перечисляли, да, отказ от удовольствия, выгодных сделок, еще что-то, потеря времени, посвящения и так далее, он стремится, на самом деле, некой более значимой для него цели, чем то, чем он готов жертвовать. С одной стороны, жертва – это не нечто, не имеющее цены. то есть это что-то ценное для человека. И он отказывается, но он отказывается для того, чтобы достигнуть более значимое, или более ценное для него. И я говорю о том, что и то, что он достигает, оно не обязательно должно быть материальным. Люди жертвуют деньгами, временем, своим комфортом, сейчас стоя на Майдане. И они пытаются достигнуть не материальных активов, понятно, да? Они пытаются достигнуть какого-то высшего идеала, какой-то высшей цели, которая для них лично не принесет особой пользы. Понятно, да? То есть не все меряется деньгами, но все имеет цену. Отлично. Нас, как правило, внешне стоящих людей привлекает что? То, что кто-то отдает. То есть, если мы участвуем в этом процессе, то это для нас имеет меньшую ценность, чем то, что мы хотим получить. Внешние люди, не зная, куда мы стремимся, их привлекает жертва. Понятно, да? Разница. Понятно? Если мы задействованы в процессе, мы знаем, ради чего мы жертвуем. Внешние люди, видя нашу жертву, она их привлекает, она не оставляет их равнодушными. Она может восхищать, она может раздражать. По-разному люди относятся к тому, как мы жертвуем и что мы жертвуем. Но они спрашивают, послушай, для чего ты это делаешь? Я хочу понимать, для чего ты, что ты хочешь этим достигнуть? И когда вы говорите, ну, я хочу прийти в общение с Богом, мама дорогая, заболел. Понятно, да? То есть, они не видят этой конечной цели. Некоторые могут восхищаться, понимать, ну, если это ваши единомышленники, а люди внешне могут и не понимать этого всего. Итак, высшая достижимая цель общения с Богом. И когда мы смотрим историю человечества, мы понимаем, что был период, когда не было регламентировано прихождение к Богу человека. Люди приходили так, как они хотели и принесли то, что они хотели. Ну, мы видим Каина и Авера. Да? Мы разбирали отчасти это приношение. И что я делал тогда? Я сосредотачивал внимание людей, разбирая это на чем? На жертве. Не на личности, а на жертве. И это была ошибка. Ну, я специально это делал. Я обычно специально это делал. Иногда нет, но получается очень интересно тоже. Итак, многие люди, как внешне, они сосредотачиваются достаточно легко на жертве. И рассуждение на тему, почему жертва была не такова, поверьте, достаточно много. А рассуждение на тему, почему жертва была не такова, достаточно много. Продукт проклятой земли. То было из лучшего, а это из чего попало. Но мы не обращаем внимания, что Бог принял Авеля и как следствие принятия Авеля принял дар. есть разница между жертвой и даром, согласитесь. Есть разница? Я бы использовал слово все-таки дар. Если вы будете использовать другое слово, я не возражаю, но я бы использовал слово дар. Второй брат, Бог на него не презрел и как следствие не презрел на его дар. Понятно? И понятно, почему верою евреям 1,4 Авель принес Богу жертву лучшую. Не в жертве было дело, а в вере в человеке, в его вере абсолютно. И поэтому стоит сосредотачиваться не на самой жертве, а на личности и взаимоотношениях с другой личностью, которую мы называем творец. Понятно, да? Потому что дары это часть взаимоотношений. Еще раз. Дары это часть взаимоотношений. Если вы не имеете взаимоотношений, ваши дары, извините меня, будут приняты? Можете проэкспериментировать, подойдите к нормально одетому человеку, дайте ему 10 гривен. Да, он еще, и вы ему объясните, но я хочу тебе сделать подарок. Как он воспримет? Не поймет. Почему? А вопрос не в этом. Вы его не знаете. А он не знает, замечу, вас. Если бы я вам дал 10 гривен, да, ну, могли бы сказать, ну, в смысле, а зачем? Ну, я хочу просто тебе подарить. Ну, окей, давай. Привай, лица, да? Ну, есть какие-то взаимоотношения, и они как-то позволяют что-то, да? Я помню, в соседней комнате лежит, я заберу. Мне в прошлый раз дали коробку с чем-то. Ну, попробуйте выйдите, подарите незнакомому мужику такую коробку. Перепугается. Будет чувствовать, что, ну, какой-то подвох в этом есть. Ну, что-то... а если всем классам, это вообще опасная история, будет убегать. Понятно, о чем идет речь? Нет взаимоотношений. Другая часть. Вы дарите дар, а его не принимают. Вместе с даром не приняли и вас. Понятно, да? Дар это часть общения. Подарки это часть общения, часть взаимоотношений. Я понятно говорю, да? И принятие нам говорит о чем-то. И если не принимают, нам тоже о чем-то это говорит. И поэтому, когда мы видим о том, что Авель принес что-то Богу, и Каин принес что-то Богу, то мы видим попытку построить что? Отношения. Завязать взаимоотношения. Мы дарим какой-то дар. Мы ищем отношения. Понятно, да? На чем мы можем сосредотачиваться? На отношениях, а можем сосредоточиться на дарах. Ясно, да? На чем, как правило, сосредотачиваются внешние? На дарах. Те, которые участвуют в процессе, сосредоточены на отношениях. Понятно, да? Отлично. Теперь, заканчивается определенный период, и Бог избирает для себя народ. Бог избирает для себя народ, выводит его из Египта, да? Приводит его к горе, какой? Или Хариф, или Синай, ну, это одна и та же гора, не две разных горы, дает им там закон. И вот любопытное замечание, которое стоит сделать, очевидно. Что же это за закон? Это закон государственный или религиозный? Странно. Я, как вы уже догадываетесь, задаю специально не такие простые вопросы. и выбор, который я прошу вас сделать, да, он не подразумевает ответ, ну, да, хорошо было бы и то, и другое. Надо выбрать между тем, что это религия или государство. Ну, есть закон о государстве. Мы живем в неком государстве под названием Украины. Живем? Окей. У этого государства есть закон? Давайте я задам вопрос коварный. А это закон религиозный или нет? Нет. Ну, видите, вы достаточно легко делаете выбор. Правильно? Вот есть закон государства, и этот закон точно не религиозный. Ну, нет, не устраивает. А Израиль имел какой государственный закон? Вот видите, вы тоже достаточно легко сделали выбор. То есть вы решили, что это закон государства, но он религиозный, да? Он Моисея, правильно. Это вы так считаете? Хандал Шолдерс, да? Все в одном. Очень хитро я поставил вопрос. Вы живете в государстве. У него законы какие? Религиозные? Нет. А религиозные хоть один есть? Это государственный закон? Нет. Ну, у нас есть закон, религиозный закон о свободе и горосповедании. Это религиозный закон? Ну, не религиозный. Ну, окей. А Израиль какой имел закон? Ну, я понимаю, что закон дал Бог. Я понимаю. Но нужно понимать, для кого он его дал. Ага. Который должен жить на земле. На его земле. Ну, кстати, я говорю, там были некоторые заповеди, которые объясняли, как надо жить, когда они будут не на его земле. Итак, вы уже люди продвинутые, да? Кто-то считал количество заповедей в законе? Нет. Нет, вообще всех. Я говорил. Я говорил 613. Спасибо большое. Потому что тут в одной аудитории расходится мнение о том, что я говорил. Ну, не говорил. Я спросил, мои хорошие. Я рассказывал историю про Александра. Я рассказывал эту историю. История была следующая. Что Александр задался вопросом, а 600 ли 13 их? Но он точно не считал. Перед тем, как задаться вопросом, он не считал. Если бы он считал, то он был вопросом, уже не задавался. И этот вопрос, заданный вашим деканом, в свое время меня заинтересовал. А вы помните, что я вас спросил? Нет. Вы посчитали? Двойка. Двойка. Вам не стыдно? А что, вы не понимаете, что надо посчитать? Нет, сейчас у вас займет некоторое время. Если, то можно разойтись до завтра, пока вы будете считать. И не факт, что вы закончите к завтрашнему дню. Но вообще, в принципе, вам не интересно сколько? Ну, я надеюсь, что к следующему приезду вы посчитаете? Что, что, что? Ты даже и пробовать не будешь? Диплом хочешь МЖБА? Ну, одно из условий будет у тебя посчитать заповеди. Я договорюсь с деканом. Что, что, что? Ну, что, видишь? Если вы посчитаете, то вы узнаете, 613 их или нет. А если не посчитаете, то не узнаете. Поэтому по-любому поставьте вопрос. Почитайте, сколько их, и вы тогда узнаете 613 ли. Задача будет несколько сложнее. Сложнее? Ну, дело в том, что вам нужно будет разделить заповеди на 3 части. Причем, третья точно неизвестна. А? Ну, я думаю, что в третьей части вы не подозреваете, что вошло в эту третью часть. Это откройте как книгу Иисуса Навина. 24 глава, 25 стих. Угу. Угу. Следующий. Вы точно найдете, какие заповеди он вписывал там? Он написал их в книгу. 24-25 стих. Понятно, да? Никто вас за язык не тянул. Выяснили, где, сколько, какие. Все ясно, да? Итак, близость к Богу. Псалмы 73-28. Мне же близость к Богу благо, своим убежищем полагаю владыку своего Господа и буду рассказывать о деяниях. Другой перевод говорит, близость к Богу благо для меня. Нашли? Ну, 73 или 72? У вас же в Библиях 72, в стандартных, ну, в обычных Библиях это 70, да. Если смотреть еврейские издания, то это будет 73-й Псалм. А мне благо приближаться к Богу. Понятно, да? Что приближение к Богу является благом. да пускай человек покашивает. Итак, все-таки, какой закон был? В этом законе была часть, которая указывала способ приближения к Богу. Я задал очень непростой вопрос. Очень непростой вопрос. Закон государственный или религиозный? Я не зря поставил предлог или, поверьте мне. Я могу спросить по-другому. Но я не зря вам сделал, дал выбор вот такой или-или. Хитрость заключается вот в чем. Вчера вы слышали дискуссии. Их было достаточно много. Но они были религиозные. Вот о чем я хотел сказать. Этот закон дан определенному народу, проживающему на определенной земле, описывающий все взаимоотношения этого общества как с друг другом, так и с Богом. Ну, с другими народами как раз нельзя было сообщаться. Ну, хорошо. Также взаимоотношения с определенными государствами, можно так сказать. описывали все стороны некого общества, проживающего на определенной земле. Потому что этот закон был дан для того, чтобы они жили, когда они придут в землю обетования. когда мы говорим о религии, мы говорим о некоторых действиях по направлению к Богу, причем религиозное, такое, знаете, слово с нехорошим оттенком. Понятно, да? и видим часть, которая касалась храмового служения. И поскольку мы, в общем-то, не разделяем идеи храмового служения, то мы можем сказать, что храмовое служение это религия. Ну, нет. Да, но нет. Хорошо, скажите, пожалуйста, вы считаете себя религиозным человеком, когда вы имеете общение с Богом. Это религия? Ага. Отлично. А если евреи верят, что они общаются с Богом, значит, они не религиозные люди. Ну, только что же были религиозными? Уже не религиозные. Мне тяжело за вами успеть, вы так быстро меняете свою точку зрения. Итак, если мы смотрим на храмовое служение, данное творцом, как путь приближения к нему, то это религия? Согласен. Вы когда молитесь с Богом, общаетесь с Ним, вы тоже религией занимаетесь? Да, наверное. То есть, вы еще не решили? Я не спрашиваю про ваше вероисповедание. Я спрашиваю про часть, называемую общение с Богом. Часть общения с Богом это религия? Я думал, это общение. Подождите, вы очень часто меняете определение. Вы говорите это вот это, потом это вот это, и заодно это не одно и то же. Вы определитесь. Ваше общение с Богом это религия или это ваша жизнь? Жизнь отличная. А в какой части религии начинается? В какой части? Придумайте, какая часть начинается, где начинается религия. Это религия понятна. То, что с деньгами связано, сто процентов. Это религиозные фанатики все придумали, это понятно. Это тоже религия. Скажите, пожалуйста, мне просто так, если даже я не смотрю на вас, я вас слышу. Да? Хорошо? То есть я не в ту сторону показал? Я туда показывал вообще. Хорошо. Итак, скажите мне, пожалуйста, ну так, между нами. Получаете? Ну, деньги какие-то получаете. Работу работаете, деньги получаете какие-то? Аналоги там случайно нигде не пробегаются? Отлично. Это религиозные действия. Не, подождите, это религия. Нет, у вас религия. У меня в Израиле был налог. У меня в Израиле был налог, который назывался десятина. 10% которые нужно было отделять левитам за их службу. Это налог. Вы говорите, что это религия. Я понял, что все налоги это религия. Поэтому я на всякий случай спросил, вы налоги платите? Значит, вы занимаетесь религией во время уплаты налогов. Это религия. В Украине это религия. А в Америке? Понятно где? То есть, мы определяем некое действие как религиозное в одном случае и отказываемся это делать по отношению к такому же как это? закон Моисея. Ребята, вы просто его обозвали религией. Тогда я задаю вопрос. Или вам нужно принять решение. Это религиозный закон или государственный? А если для нас? А для нас израильтяне поганые религиозные фанатики? А откуда? Послушайте, вещь, она есть вещью. Вот чашечка термос, да? Чашечка термос. Для евреев чашечка термос это что? И для нас чашечка термос. Ну чего? Попросим еще кого-то китайца спросить, который это сделал. Он скажет. Китайц точно знает, что он вам парит. Он сам этой штука не пользуется, он пьет чай спиал, а вам продают чашечку термоса. Итак, понятно? То есть, я за то, что справедливо очевидно будет к одним и тем же действиям применять одни и те же понятия. название у нас устроено все достаточно сложно. Мы к одним действиям принимаем одни названия, а к другим действиям собираемся принимать другие. А это неправильно. Ну, мне так кажется. То есть, если мы говорим о том, что это налоги, то это нормальная государственная налоги, которую нужно платить в государстве. помним, Иисуса попросили заплатить на храм. Он говорит, послушай, цены вообще, должны платить налоги, цены царя? Говорят, не должны. Говорят, правильно, не должны. Но, говорят, чтобы они не приткнулись, пойди и заплати. Что заплати? Налог. На храм шел? Налог на храм шел? Значит, можно сказать, религиозный? Религиозные действия. Или деньги просто отдал? Просто деньги на налог. Налог заплатил. Так. Ну, это он объяснил. Но о чем шла речь? Шла речь об уплате налога. И нужно понимать, что государственные институты требуют бюджета. Нормально абсолютно. В нашем государстве, наше государство тоже должно иметь что? Бюджет. Я понимаю, что евреи не такие, как все. Что им бюджет не нужен? Тоже нужен. Если есть государство, то должен быть и бюджет. И Бог предупреждал, слушайте, ребята, если вы захотите иметь царя, придется иметь бюджет на содержание царя. Говорит, пока царя нету, у вас есть бюджет на содержание моих служителей. А если вы еще захотите царя, пожалуйста, денег дайте. То есть, не проблема, только денег дайте, и все. то есть, когда мы смотрим на все, что делают евреи, связанные с храмом, и считаем, что это религия, то корректно ли мы поступаем? Понятно, о чем идет речь? Понятно, какую мысль я хочу донести до вас? Что не все действия, которые мы видим, являлись религией. Это являлись законом для этого народа, проживающего на территории определенной богом для этого народа или государством под названием Израиль. И этот закон, государственный закон, описывал все сферы жизни этого народа, в том числе и приближение этого народа к царю царей и господу господствующих, который царствовал в этом народе. Если угодно, это был протокол приближения к президенту. Послушайте, если вы хотите общаться с президентом, там есть определенный протокол. Я когда-то попал в посольство Соединенных Штатов Америки и мог встретиться с целым послом Соединенных Штатов Америки и Украины, пришли два помощника к тому человеку, который меня туда привел, ко мне, еще один человек был с нами в этом кабинете, и они объясняли протокол встречи. Говорит, встреча ваша, она имеет определенный протокол. Говорит, кстати, по протоколу говорят, украинцы туда не попадают. Так, граждане Америки. И я понял, что я по этому протоколу уже не буду на этой встрече. Понятно, да? То есть, и он объяснил тому человеку, который уже шел на эту встречу, как будет проходить эта встреча. Что будет на этой встрече. Понятно, да? Бог, он дал протокол. Говорит, ребята, хотите ко мне приближаться? Есть определенный протокол этого приближения. И лучше вам этот протокол не нарушать. Потому что, ежели вы нарушите этот протокол, не умрете. Все намного быстрее и печальнее. Можно умереть. То есть, если приближаться было к жертвеннику, не очистившись, можно там же возле него же и умереть. Ну, не стоило рисковать. Зачем эти неприятности? Понятно, да? Понятно, о чем я говорю? То есть, этот закон государства, описывающий все сферы жизни этого государства. Этот закон учредил институт власти в данной стране, институт священства в данной стране, бюджеты на содержание этих институтов, также учредил заботу о социально не обеспеченных слоях населения. Даже это предусматривал этот бюджет. Понятно, да? и протокол приближения к царю этого государства. А царь у нас был царь царей и господь господствующий. Потому что Бог избрал себе этот народ, чтобы быть ему царем. Это понятно? И смотрим тогда на путь приближения к Богу, а не называем это религией. Потому что путь приближения к Богу был дан кем? Самим Богом. Он говорит, ребята, хотите ко мне приблизиться? Вот так. А иначе вы, может, что-то делаете. Я не против. Но это точно не то, что приближает вас ко мне. А если вы в этом процессе решите заниматься самоуправством, есть определенные проблемы. Некоторые парни взяли не того огня и решили тоже зайти и сказали, а мы тут походим, немного походим. Чем закончилось? оба умерли, короче. Оба умерли. Огорчился папа. А папа говорит, не надо тебе огорчаться. Говорит, траур не надо устраивать. А зачем тебе? Будет неприятность еще больше. Что произошло? Они решили, что так будет хорошо. До сегодняшнего дня ничего не поменялось. До сегодняшнего дня ничего не поменялось. Мы встречаем людей и люди говорят, главное, главное, чтобы Бог был в душе. Встречали таких гребен. Ну, отлично. Что жжу? Да, все остальное, главное, самое главное, чтобы Бог был в душе. И вы с ними согласны? Не согласны? Вот, это хороший вопрос. Я лично соглашаюсь. Я говорю, ну да, отлично. Главное, главное, чтобы был в душе. Только для кого это главное? Для него вы можете ему потом это объяснить? Говорит, я не возражаю, лично я не против. Вы сможете ему объяснить, что для него главное? Или может вы узнаете, что он назвал главным? Ну, то есть главное должно быть главным. Если это главное для него, то узнать нужно точно не у вас, а спросить у него, что для него главное. А если вы определяете, это главное для вас, ну, все, я не возражаю. Если вы сможете ему потом это объяснить, ну, отлично. Но если не сможете, ну, вы сильно рискуете. закончить все достаточно печально может. Понятно, да? Итак, то, что он дал, был путь приближения. Некоторые люди имеют представление, что они могут его немного изменить, модернизировать. И евреи, в общем-то, пытались это делать. Был такой опыт, когда они сказали, слушай, ну, нормально, он вообще хорошо придумал, но нам так немного тяжело. Нам хотелось бы немного упростить этот путь. Но можете себе представить поклонение без изображения? Представляете, да? Без изображения? Ну, хорошо, правильно делайте, я не возражаю. А вообще легко это делать? Ну, как вот, проще с изображением или без него? Не задумывались, молодцы. без изображения. проще без изображения. Ну, что, так вот, ну, понятно, ну, что, понятно? Да, разница. Это может быть иконка, может быть такой, небольшого размера такого. Ну, неважно, то есть, ну, какой-то предмет. Кстати, вот предмет небольшого размера мне тоже нравится больше, удобно, можно переносить за собой. этот большой они в кармане положили. Ну, раньше люди были практичны, делали поменьше, чтобы уже было в карман положить. Ну, такой бог, которого можно перемещать. Евреи решили, ну, не скупиться, сделать даже золотого. Говорят, было такого нормального размера. Золотой. Что не понравилось, вообще не понимают. золотого сделали. Не хухры-мухры, а настоящего. И говорили, что, давайте, пацаны, идите сюда. Вот, говорит, вот это он вывел нас из Ги. Они же не другому богу поклонялись. Они же, что, не понимали, что бог их вывел? Понимали. Так, ну, мы решили, что он как-то вот так вот выглядит. Симпатично. Ну, как-то вот такой. В виде быка, правда, получился почему-то странно, даже удивительно. Говорят, во, вот это он такой хороший, хороший, неплохой, хороший, он же добрый, хороший, нас всех спас, вывел. И вот, ему большое спасибо. Не кому-то другому, а именно кому? Ему. Большое спасибо. Ну, и закончилась эта вся история. Ой, как-то неприятно. пришел тот мужик, которого долго не было, как-то расстроился, горяча разбил скрижали, которые принес, зарезал буквально три тысячи человек. А? Ну, я что? Говорит, идите и режьте. Кто, говорит, со мной? Идите, будем резать. Да, зарезали, ну, три тысячи человек. Ну, на этом же история не закончилась, потом же ждали еще пить. И тоже, ну, все печально, короче, было. Идея приближаться к Богу на своих правилах плохо заканчивается. Мы можем приближаться к Богу только тем путем, который установил Он. Если есть прекрасная идея трансформировать этот путь, сделать его короче, улучшить, ну, что-то хорошее произвести, идея закончится плохо. Потому что, если Он дал этот путь, то в нем уж точно нет никакой ошибки. Потому что, Он точно знает, как нужно к нему приближаться. Понятно, да? Итак, когда мы смотрим на Синайский закон, и вместо пути приближения к Богу видим некие религиозные ритуалы или действования, может, мы куда-нибудь не туда смотрим? Понятно, что я сказал? На чем мы сосредоточены? Потому что, как правило, как правило, народ сосредоточен на чем? На жертвах, а не на том, куда эти жертвы приводили. Понятно, о чем я говорю? мы сосредоточены, поскольку мы не участники этого процесса, заодно, могу вас уверить, ими не будем, стать участниками этого процесса на сегодняшний день, ну, просто нереально. Понятно, да? Ну, храма нету, жертвенника нету и так далее. то мы внешний наблюдатель. На что обращаются внешние наблюдатели внимания? На жертвы. Понятно? И то, что мы видим часто и густо сосредоточенность не на конечной цели этого путешествия, а на жертвах, которые совершались. Заодно, мои хорошие, а к чему этот бессмысленный убой скотины? Мы не понимаем, что там происходило. Понятно? За сим отправимся на переживание. Когда мы говорим о Новом Завете, то Новый Завет нам говорит о новом пути. Ну, мы приходим путем новым и живым. А место, куда мы приходим? Понятно? Но по каким-то странным причинам мы решили, что на этом пути нету жертвы. Жертвы на этом пути тоже есть. Этот путь был открыт только благодаря жертвы. Если бы не принесена была эта совершенная жертва, мы бы не могли встать вообще на этот путь. Понятно, да? Другой путь открыт, он новый, живой, но в основе этого пути лежит совершенная жертва. И если эта жертва не была бы принесена, извините, ни о каком бы пути не могла идти речь. Это жертва, которая вобрала в себя все жертвы, которые открыты нам в Торе. Она вобрала на себя, мы будем сейчас смотреть на это. Понятно немножко становится теперь, о чем идет речь? Итак, начнем мы рассмотрение жертв. С первой главы книги Левит. Первая глава книги Левит. Вы часто читаете книгу Левит? Любите ее? Она понятна? Еще раз. у меня к вам вопрос. Вы хорошо слышали мой вопрос? И еще раз. Вы хорошо слышали мой вопрос? Вы читаете ее часто? вот теперь вы ответили вопрос на почему? Ну, понятно, что на самом деле книги Нового Завета мы читаем значительно чаще. левит. Ну, понятно, что вы по вдохновению нечасто встаете с утра и говорите «А не прочесть ли мне книгу Левит?» нечасто с вами такое, нет? Ну, понятно, по плану вы ее читаете. Ну, у вас есть плановое чтение Библии, вы ее, в общем-то, читаете по плану. Но по плану она попадается у вас не очень часто. Раз Вот поэтому, когда я спросил часто ли и когда люди сказали не часто, не, понимаете, почему у меня лично это удивление не вызвало. А что у вас вызвало удивление, я не понял. Хорошо. Отлично. Что там написано? Да не, в первом стихе. Хорошо. Возвал, извини меня, откуда? Все нормально там? С этим стихом все хорошо? Вас не удивляет вообще? Вас не удивляет вообще то, что там написано? Это Мишкан. Так, понять не стало? Мишкан знаешь, что такое? А тебе это не удивляет? Хорошо. Не удивляет ничего? Скини, да, это такая палочка, небольшого размера. А? небеса 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 небеса. Они его не вмещают. А он откуда позвал? Из палатки, маленький. Не странно, нет? А уже становится странно. Послушайте, а зачем он так делал? для какого? Вы знаете, когда я смотрю на исход в 19-ю игру, я понимаю Бога. гора вся дымилась. Подходить туда что, можно? Только страшно. Можно умереть. И народ, когда глянул на всю эту картину, он сказал, слушай, мужик, ты, наверное, иди, а мы тебя здесь подожди. Ты, говорит, сходи туда. А мы, говорит, мы тебя послушаем потом, если ты вернешься. А он, говорит, мы здесь постоим. Потому что, читая 19-ю игру книги «Исход», там написано, во время протяжного трубного звука они могут зайти. Они сказали, ага, сейчас. Ты иди, а мы здесь постоим. Потом Бог сказал, ну, тогда вам лучше точно не входи. И, в общем-то, это достаточно драматический момент в жизни нашего народа. Достаточно драматический момент, когда народ сказал, ты иди, а мы здесь постоим. Когда народ не захотел идти на встречу со своим творцом. Богом. Здесь мы видим Бога, который помещается в маленькую палатку для того, чтобы иметь возможность говорить с человеком с трудом. Мы не видим здесь желания Творца общаться. Он хочет иметь общение, и он помещается в эту палатку и говорит из этой палатки того, кого не вмещает небеса небес, земля, подножие ног его. он говорит из маленькой палатки человеку. А еще он говорит? Что он там говорит? Объявится нам «Амазранный чё?» Еще раз. Вот тот, кого небеса небес не вмещает, помещается в маленькую палатку и говорит, если кто-то из вас что сделает? Он говорит, кто-то может не заходить. Он приходит и говорит, если кто-то из вас захочет это сделать, то он может. Вообще, все хорошо с этой книгой? Необычно, да? Вы ее просто так не читали, наверное. Вы ее так читали? Ну, не пробовали так читать. Иногда Писание, ну, любопытно читать так, как оно написано и пытаться достигнуть того смысла, который там изложен. Бог обращается к человеку и говорит, если ты захочешь, то ты можешь. Но вопрос, извините меня, стоит вообще удивительным образом. Он говорит человеку, если ты захочешь, величайшее благо для человека возможность общаться с Творцом. Ценность невероятная по своему вообще размеру. И он говорит, слушай, если ты хочешь, ты вообще можешь. для меня это нонсенс. Человек должен вообще по идее бежать туда с этой скотинкой. Бежать! А он говорит, ну, если вы захотите, то вы можете сделать. И не все хотят. До сегодняшнего дня, поверьте, не все хотят. да, это все про евреев, я знаю. Мы не такие, понятно. Мы, да, мы, конечно, все бежим, как один, на молитву. Да? Полный зал чтобы был. А? Вы учились, да, у вас отмазка есть, согласен, вы сюда пришли. ну, скажите, а всегда там он шлах? Всегда он шлах на собрании. Ну, это то место, которое он определил, извините, мне для чего. Ага, а мы туда, наверное, ломимся, просто, а у рыбы. Ничего не поменялось! Ничего не изменилось! Ребята, все нормально! если у вас есть желание, то вы можете! А вот всегда есть желание. Что-то, по-моему, здесь не совсем кошелло. С нашими желаниями. И частью следования за ними. аллилуйя! Не знаю, я бы воздержался. По книге левит, вы что? Какое откровение по этой книге? Читаем дальше. «Стоп!» 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 получайте удовольствие. Поверьте, вы получите удовольствие от чтения и писания. Не торопитесь! куда дальше? Уже приехала. «Если жертва его…» Что там написано? «Есть». А что это такое? Что значит, «Если жертва его есть?» Выражение как бы понятное, да? Смысл не очень. Еще раз. Скажите, пожалуйста, «Если жертва его есть, не факт, а если, извините, это не бычок, а коровка, жертва есть?» Ну, как-то быстро вы ответили. «Нет». «Если эта животинка не подходит под описание, то жертва не есть. А если жертва есть, то она такая, а если не такая, то не есть». Я понятно говорю? Проблемка заключается в том, что, может быть, вопрос не в животинке. с желанием понятно. Если желания нету, то вообще кина не будет. Если желания нету, то кина вообще не будет, никакой скотинки не будет, ничего не будет. А если желание есть, то должен быть организован некий процесс, который соответствует пути определенным Богом. А если процесс не исполняется, то жертва не есть. Ну, в смысле, как бы есть, но нет. В чем вопрос? Выражение «жертва есть» Это, ну, вот, удивительное выражение. Немногие христиане его понимают просто. Вы случайно чисто не помните, что Ешуа сказал, когда он сидел за последним пасхальным седром и взял хлеб? Что он сказал? Это что? Это есть! жертва есть! Это есть! Смысл этой фразы, он понятен евреям. Что-то объявляется чем-то, что, по сути, этим до этого не являлось. еще раз, что-то объявляется этим, что, по сути, этим не являлось. оно не было такое. Что это было? Бычок гулял, никого не трогал, кушал травку, хороший был, ягненок, отличный был, но просто никого не обижал никогда. Хорошо, добавляется столько слов одновременно, теперь что со всем этим делать? Еще раз прочитайте. где там написано чистый? Скажите, свинья без порока стала тоже чистой? Так без порока это же чистый. У меня возникнет по ходу вопрос к слову чистый, а у вас больной? А я про чистоту, может мы будем об одном и том же? Кто-то к тексту решил присовокуплять некоторые слова. Там было что-то про первородного, про чистого. А мы сейчас про кого, я прошу прощения, разговариваем? Закончили, начали уже говорить про бычков, овечек. мы про другое уже. Я вам попытался объяснить выражение под названием «это есть». Вы, простите, еще не до конца поняли, что это такое. У вас никогда не возникает вопрос, что лежит на подносе, когда вы принимаете причастие. Да хорошо, я не вас просил. Что лежит там? Тело или хлеб? Да хлеб или тело? Еще раз, да хлеб или тело? Что там лежит? хлеб. Мне понравилось вот это выражение. Наверное, после того, как. Послушайте, мы только что попытались поговорить о величайшей святыне и о величайшем таинстве оставлено новозаветней церкви. И то, что вы говорите, мне нравится. Особенно в выражениях наверное, наверное, как вообще? Все хорошо? Может будем внимательно слушать? Спасибо. жертва есть. Нечто объявляется чем-то. В данном случае животное объявляется жертвой. В данном случае животное объявляется жертвой. При том, что животное соответствует всем критериям, которые к нему предъявляется, оно есть. Мужского пола, беспорочное и место, куда приводят этому животное, тоже определено. Если вы приведете это животное во двор, зарежете его, а потом дружно пожарите шашлык, это не есть жертва. Да, вы скотинку убьете, но жертвой это не станет. Даже если вы ее спалите на огне, в жизни есть не будете, просто спалите, жертвой она от этого не станет. Очень интересный оборот, это есть, а если условия не исполняются, то это не есть. И поэтому Христос говорит, это есть, это есть. И то, что мы видим, зачастую люди в то время не различали. Ну, во всяком случае, так написано в послании, что вы едите, не различая. В чем проблема? Проблема заключалась в том, что внешне выглядит точно так же, но совсем другое. Причем настолько другое, что некоторые больные, а некоторые, извините меня, умерли. Умирают. А вроде же одно и то же. Вроде же одно и то же. И чем отличается, это легендарный вопрос, который звучит на каждом пасхальном седре. Какой вопрос задают детишки? Манни штанами. Манни штанами. Чем отличается? Слушай, выгляделка точно так же. Но что-то не так. Как бы похоже на то, что всегда, но не совсем то. И дети спрашивают. И человеку нужно отличать что-то от чего-то. одно от другого. Человеку нужно отличать праздничное от будничного, чистое от нечистое, святое от несвятое. Человеку нужно отличать, научиться отличать. И поэтому ему даны выражения это есть, вот это, и это нужно отличать от всего остального, что не есть таковым. это понятно, ну легко ж. Буквально пару стихов книги любит, все потихоньку становится на места. Что дальше написано? Куда-то маячки пропали. А стоп. Приобрести что? А ко мне ко объясните. Чего это благоволение? Что это такое? Слушай, это что-то хорошее. благо валения. Я понял. Тогда валится на нас благо. Вот это мне нравится идея. Хорошая. Расположен он ко мне. А если он ко мне расположен, то у меня будет нормально? Ну жизнь удалась? ни полосуху, свадаться. Глубокая мудрость. Итак, эх, мои хорошие бывшие язычники, лучше вам не знать моего ответа на этот вопрос. Итак, что есть такое благоволение? Это значит, мне будет хорошо. Ну да, то есть, ну простятся грехи. Здесь конкретно простятся грехи, а вот дальше что начнется? Дальше жизнь удалась, я правильно понимаю? Только не же удалась. То есть, в чем будет выражаться? У меня же должно всего быть много. Ну благословенный должен быть на поле, в доме. благословенный должен быть, плод чрева моего. Что, что, что? Не обещали, но мы же так понимаем или нет? Это еще все впереди, еще все скажет. Вы так думаете, еще там такое написано? Уже нет, я понял. А до этого думали? послушайте, еще раз, ошибки это норма. У нас ошибаться можно. Это когда вы выйдете за пределы, вот там нельзя, а здесь можно. Ну ладно. Мы так же учили. Ну вижу, а то я не знаю, вы будете что-то в другом месте учили. Ну меня тоже учили, главное, чтобы было все хорошо, чтобы он на меня посмотрел, и я ему понравился. Я до сих пор некоторым людям говорю, вы не знаете самого большого пророчества, которое было в моей жизни? Глобально. Два слова. Два. Которое пророчество на мне серьезное мужи божьи. Правда, что-то смеялись? Пророчество или смеялись? Вот все было бы хорошо, если бы не смеялись. Я считаю, что должны были пророчества с таким серьезным лицом, чтобы все-таки серьезные вещи Бог говорил. Я не знаю, даже, пророчество исполнилось это или нет до конца, потому что не исполнилось. А знаете, что пророчество? Ну, ты хороший. Все. Это пророчество. пророчество. То есть не то, что уже, а в будущем. Когда-то я буду хорошим. Или уже, я не понял. Но они что-то сильно смеялись. Я говорю, ты хороший? И смеялись. Мне самому иногда смешно, когда я вспоминаю. Это про меня такое. Что я хороший. Но понимаете, с другой стороны, ну, понятно, что он про меня все знает. И после того, что он про меня знает, такое сказать. Ну, вот я пытаюсь вникнуть в это пророчество, как-то отождествить его с собой. вот чувствую, когда начинаю отождествлять, чувствую, получается. Ну, да, может быть, но как-то вот они пророчествовали мне такое. Ты хороший. Классное пророчество, да? Я думаю, когда оно исполнится. Все. Вы не поняли. Это все. Это на этом все. Что продолжать? Все. Это все. Мои хорошие. Итак, приобрел благоволение? Да, это пророчество. Нет, это не вам, это мне. Ну, хотя я могу пророчествовать и вам, в общем-то, потому что вы тоже хорошие. Еще раз. Услышьте меня. Как мы думаем приобрести благоволение? Вы чисто случайно. Вы не помните, что я говорил про язычников, которые умилостивляли? Идея какая была? Для чего? Для того, чтобы приобрести благоволение? Ай, мои хорошие. А это значит в том, что когда вы говорите о благоволении, то вы думаете о будущем. Я правильно понимаю? Когда мы говорим о благоволении, то мы размышляем о будущем. А там написано о каком времени? Настоящем. не горячите, смотрите в текст, не надо угадывать. Здесь у нас не передача угадая мелодиями. Так просто смотрите в текст, так тяжело смотреть, вот так вот. И что там написано? Еще раз, когда они очистились? когда положили руку на голову. На свою не надо ложить, надо найти голову какого-то животного. Какая связь, я не понимаю, что положили на свою. А? Так. Угу. или для покрытия грехов. Но вопрос не в этом. Меня интересует другой вопрос, видите? Не, мои хорошие. Скотинка была живая. Угу. Вопрос прозвучал, хороший вопрос, а вы в текст не пытались посмотреть, для того, чтобы на него ответить? Посмотрите. Как это не написано? А следующий стих? Ага. Так написано? Какая скотинка была, живая или мертвая? Ну, заколет после возложил или до? Так, скотинка была живая, когда? Живая. Написано? Получилось. Хорошо. Ладно. Срослось все. Скотинка живая. А благоволение, собственно говоря? какой-то неправильный порядок. Что-то тут неправильное. Сначала же надо было заколоть, а потом уже приобретать. а здесь что-то неправильное. Можно. Можно было не захотеть. Можно было передумать. А вы как думаете? Мои хорошие, вы же помните, что, простите, жертва это то, что, ну, как бы, а если сначала дали, а потом забрали, то это же ну, я знал, с кем я имею дело, поэтому я предупредил заранее. Варианты, конечно, есть, но мы говорили их до того, как. И так не странно ли, что еще не принесли, а уже приобрели? Странно. Я люблю читать книгу левит. Да. Ты не поверишь? Какой-то смысл в этом есть. Что-то это значит. Очевидно, может, это значит, что ему жертва не нужна. Если ты благоволение приобретаешь еще до принесения ее, может быть, это указывает на то, что она не является тем, что приобретает благоволение. Еще раз? Молодец! Правильный вопрос задаешь. И какой же ответ? нет? Спасибо большое! Люди, оказывается, могут просто давать правильный ответ, и читая, что написано выше. Еще раз прочитайте. Если кто кто так, что ты приобретал благоволение? потому, что ты захотел. На чем вы были сосредоточены до этого? Да. На жертву. Мы смотрели на жертву. Нас интересовала жертва. Она привлекает внимание. Она такая непонятная. А Бог говорит, послушайте, ребята, сначала надо что сделать? Просто захотеть. Говорит, если вы захотите и станете на этот путь, то вы приобретете что? Благоволение. Вау! И Бог показывает в мельчайших подробностях, что ты приобретаешь благоволение до принесения жертв, а не после него. Это очень важные вещи, на мой взгляд. Потому, что Бог показывает, что Он не дает вам благоволение из-за того, что вы, извините меня, зарезали скотинку. А изъявили желание и пришли к нему. Две вещи. Изъявили желание, пришли к нему тем путем, который Он установил, проявив при этом извините меня страшное слово. Послушаем. Да, ого. Заходили, пришли, приобрели. В чем системе жертвоприношения, жертва Аллаха или жертва всесожжения считалась высшей жертвой из приносимых сынами Израиля. Круче ничего не бывало. Любопытно? Ну, вы знаете, кто там убивал скотинку, да? тихо, внимательно читаем текст, не мешаем. Так, кто убивал? так, чего написано? Не, меша. Да, это очевидно из текста. Вы не слушайте людей, которые рядом с вами сидят. Вы слышали только, что с вами? Я внимательно смотрю за людьми. Вот я же жду, что вы скажете. Пока вы сказали не написано. Не написано. А вот они утверждают, написано. Да. Давайте с первого до четвертого. Я не возражаю. Послушайте, очень важная часть, которую нужно почитать. Вы пока читайте, я не буду мешать, причем на четвертом не останавливайтесь, читайте дальше. Будет это понятнее картина. Очень важное замечание, о котором мы говорим уже третий день. Ценно то, что мы начинаем понимать из буквального простого прочтения текста Писания. Послушайте, я точно знаю, что идея принесения этой жертвы не приходящим, а левитам, часто и густо сидит в головах новозаветных верующих. у нас если жертву принес, то кто? Священник на худой конец левит. А здесь написано, что кто приносил жертву? Я понял, вы так всегда читали и так всегда понимали? Не всегда. Хорошо, я просто так спрашиваю. А написано, что? А написано? Вот проблема только в том, что не так внимательно читали, как хотели. Я понял. Мне убежать не надо, я не против, я за, я... Кто? Я? Кто? Они убедили легко. А текст что говорит? Давайте почитаем вместе. Читайте. Вот с этого можете читать. Дальше. Согласен. Дальше. Кто? А из текста как очевидно, что это священие? Я буду знать, кому мне теперь задавать вопросы. Готовьтесь к следующему. Дальше читаем. А выражение сыны же Ааронови указывает о том, что они и делали то, что было написано выше, да? Мы читаем дальше. Я не не будем торговаться. Читаем дальше. Дальше. Ну, кто вот это делает? Ну, еще раз. Читайте. А внутренность ее? Он, кто? Я запутал? Я вообще наверное. Сыны Ааронова во множественном числе? А он? А еще кто-то там есть в единственном числе? только он. Теперь почитайте еще раз, учитывая, что Асыны Ааронова а потом что сделает? Разделает или разделают? Разделают? Он, это кто у нас? Кто? оказывается, он ее, эту скотинку резал, он же ее разделывал и он же вымывал. А у священников, сынов Аарона, была сцентра задачи. И еще там что-то вложить. Даже что-нибудь. Так он понимает? это откровение. Послушайте, оказывается, приносящий эту жертву должен был принимать согласно закона активное участие в процессе принесения. У нас была картинка в голове такая, ну вот, я провел скотинку, давайте, занимайтесь делом. А я постою, посмотрю, как это все будет происходить. Как до сегодняшнего дня ребята же так и живут. Я пришел, тут денег дал, ну давайте, организуйте процесс. А я посмотрю, как это у вас получится. Похоже это на участие в процессе? Да. И здесь нужно понимать, что в этом процессе должен был принимать участие приходящий и приходящий получал что? Благоволение. Это важный процесс. Это супер важный процесс. И благоволение заключалось в том, что он получал очищение или покрытие грехов. И это действие было направлено не в будущее, в настоящее. Оно устраняло преграду, разделяющую человека и Бога. И делающее общение возможным. А что еще, извините, может быть важнее? Что еще? В чем еще должно выразиться благоволение? Высшее достижимое. Очень важно. если вы знали, насколько это важно. Многие религии говорят о том, что это недостижимо. Это недостижимо. А Бог говорит, вы можете достигнуть состояние общения с ним. Послушайте, посмотрите в индуизм, в дайсизм, онфуцианство, буддизм. Там что, человек может общаться с Богом? Может? Общается с Богом, да? Там нету Бога, так он общается с Богом? Даже вот с этими бесами попробуй пообщаться. Прячешься с собаками? Говорят, тебе надо такого уровня достиг посвящения мне, чтобы ты уже так погряз по уши в этом, не хочу говорить в чем. И тогда, может быть, тебе оно откроется. Когда откроется, можно испугаться, правда. То есть сложнейший процесс медитации, посвящения, отречения. И не факт, что избранное достигает, а все остальные не годятся. А Бог говорит, слушай, если ты захочешь, приходи. Что не надо особого подвязания, что особых постов, молитв, вот какой-то такой специальной позы, что вот это он взял и пришел и так вот все. Ну да. Если захочешь. Что-то непонятное. Что-то невероятное. Святой, непостижимый Бог, Творец Вселенной, небеса, которого не вмещают, говорит, если ты захочешь, приди, я готов благоволить к тебе и общаться с тобой. Не, извините, к Израилю. Ну, там еще про Израиль пока. Мы же до Нового Завета еще не добрались. Пока все про этих евреев, все про них, все да. Ну, как вообще, стараемся интересным книгами? Со мной интересно? Я думаю, книга интересная просто. Так, ну, что, сделаем перерыв? Еще пять минут. Ну, давайте перерыв. Итак, в истории Израиля встречаются моменты, когда Бог обращается к людям и говорит, что они могут что-то делать по влечению своего сердца или по желанию. Давайте посмотрим в книгу исход 35-й гул. Будем читать 21-й, 26-й и 29-й стихи. И приходили всех, которые влекло к тому сердце, и все, которые располагал дух, и приносили приношение Господу для устранения скинии собраний и для всех потребностей ее, для священных одежд. 26-й. И все женщины, которых влекло сердце, умевшие прясть, пригли козью шерсть. 29-й. И все мужья и жены и сынов и зраби, которых влекло сердце, принести на всякое дело, какое Господь через Моисея повел дело, приносили добровольный дар Господу. Исход 36-я глава, 2-й стих. И позвал Моисея веселило и оголиво и всех мудрых сердцем, которых Господь дал мудрость, и всех которых влекло сердце приступить к работе и работе. И 36-я с 4-го по седьмостей. Тогда пришли все мудрые сердцем, производившие всякие работы, святилища, каждый от своей работы, какую кто занимался. И сказали Моисея, говоря, народ много приносит, нежели потребно для работы. Какие повелел Господь сделать? И приказал Моисея, явлено было встание, чтобы ни мужья, ни женщины, не делал ничего для приношения в святилище и перестал народ приносить. Запаса было достаточно на всякие работы, какие надлежало делать, и даже осталось. Понятно, да? Что мы видим? Да. Причем Бог не принуждал. Я правильно понимаю? Бог не принуждал. Но были люди, которых влекло сердце. И до сегодняшнего дня мы можем слышать проповеди о том, что доброохотно дающего и это были добровольные жертвы. Но у этой жертвы была или у этих даров, можно сказать, была одна отличительная черта. Знаете, какая? Знаете, нет? А больше никогда нельзя этого сделать. Больше никогда не собирали на мешканку. это была часть, в которой можно было участвовать. Какой-то промежуток времени достаточно ограниченный. И если вы были мудрыми, то вы могли это сделать. Но когда закончилось время приема, всем сказали, все, больше не принимаем, больше, все, спасибо, больше не надо. Причем жестко сказали, приказал Моисей, больше не принеси. Другими словами, если вы успели, то да, а если нет, то больше возможностей не будет. И эта часть, она была какой? Добровольной. Но та часть, которая касалась постоянных нужд, она уже не была добровольной. ее нужно было выполнять. Постоянно. Итак, есть огромная разница между постоянной нуждой и возможностью жертвы. Есть разница между постоянным удовлетворением нужд служения и возможностью пожертвовать на что-то. Чувствуете разницу? Всевышний никогда не говорил, ну, если у тебя будет желание, ну, или такое особое расположение сердца, то можешь ждать десяти. это если чувствуешь, тебя как-то побуждает что-то внутри, то будет неплохо, если их сделаешь. Вы такое где-то читали? Вы читали о том, что десятину приносили по расположению сердца, потому что доброходно дающих любит Бог, правильно? Поэтому, если у вас есть расположение, то вы можете принести десяти, или десяти на, извините меня, закон, ну, или науги. Опять, науги же мы не платим по расположению сердца. Приходим в государственный указу и говорим, что-то вот чувствую. Понимаю, что государство любит, когда я это даю с дорогой душой. Но вот такого я не могу найти в себе. Поэтому, извините, сегодня ничего принести не могу. не чувствую, что у меня расположено сердце. А вы же не будете принимать от сердца, которое не расположено. Новый инспектор скажет, отчего же? Примем. О чем мы говорим? Иногда мы сегодня слышим, когда проповедники начинают увещевать народ. Вы понимаете, что Бог любит, доброхотно дающего. а другие объясняют, вот не чувствую я, что сегодня доброхотно собираю. А Бог же не любит, когда ему дают недоброхотно. Поэтому в другой раз, когда будет расположение, иди. Лучше тебе в следующий раз подготовиться хорошо, проповедовать как-то так, чтобы мое сердце открылось, и я почувствовал в себе желание. Понятно, о чем я говорю? А Бог никого не зазывает. Бог говорит, послушайте, у вас есть ответственность, с которой вы должны справиться. А если, извините, вы не справляетесь с ответственностью, которая на вас лежит, у вас есть некоторые проблемы. Ну, понятно, да? Потому что ответственность предусматривает если мы ее не выполним, вот это слово, которое вы сказали. Какое слово было? Наказание, спасибо. Материально. Нет. Налоговое, да, если вы там не справились, и они нашли, что вы не справились, они нашли именно, что вы доброохотно удержали что-то, что им прочиталось, то они компенсируют все, с лихвой причем. Еще раз. есть вещи, которые, Бог говорит, если ты хочешь, но государство не может строиться на принципе, если вам будет желание, ну, тогда да, нет, ну, все хорошо, мы как-нибудь без вас сами. Это не государство. Понятно, да? То есть, это не будет похоже на государство, когда вы платите налоги, именно потому, что у вас есть хорошее расположение духа, настроения. Тогда да, а если нет, ну, то звоняйте на угол инспектор, проходи в другой раз, когда ты меня именно расположишь. Нет, так не будет. Понятно, да? Итак, были моменты в Израиле, когда народ мог жертвовать. И когда народ жертвовал, они, те, которые жертвовали, названы мудрые, не вот этой частью, не вот этой. Другая часть должна быть мудрой. Это мудрые разумом были? Мудрое сердце. Ага. Значит, оказывается, кроме нашей головы у нас должно быть еще что? Мудрое сердце. Мудрое сердце. И когда Давид собирал на устройство храма, это вторая была серия, когда можно было да, поучаствовать. Когда можно было участвовать, это вторая серия была. И вот он говорит, я собрал. Говорит, все, собрал. Все, что надо было. Золото до золотых, серебро до серебряных, медь. Ну, все, говорит, все заготовлено. Говорит, и что решил я дать? Говорит, по любви. А любовь это мудрое сердце? Это мудрое сердце. Любящее сердце, мы можем сказать, что мудрое? Не говорит, и по любви моей, к дому Бога моего, я, говорит, решил пожертвовать из сокровищ собственных. Говорит, у меня есть немного основу припасено. И я, говорит, решил тоже, что это сделать? Пожертвовать. Да? Первое параллепоменон. 29-го. И сказал царь Давид всему собранию, Соломон сыну, которого одного избрал Бог, молод, и говорит, и что? Маленький еще. А дело сие велико. Потому что не для человека здание сие, а для Господа Бога. Всеми силами я заготовил для дома Бога моего золото, для золотых вещей, серебро для серебряных и медь для медных. Железо, кстати. Знаете, для чего? Для железа. И дерево для камней. Оникса. Камни. Ставные камни. Красивые, разноцветные и всякие дорогие камни. И множество мрамора. Интересно, для чего он был. Мрамор был. Наверное, для мраморных вещей. И еще, говорит, по любви моей к дому Бога моего есть у меня сокровище собственное. И золото, и серебра. И его я отдаю для дома Бога моего. сверх всего, что заготовил я для святого дома. Три тысячи талантов дома. А слушай, это много или мало? Отлично. Я вам могу подсказать по-другому. Во времена Соломона, знаете, сколько собирали налогов в год? Государственный бюджет был. Талантов. А здесь их было, извините меня, тысячи. Ну, почти пять годовых бюджетов самого бедного государства в мире. Подожди, не спеши. По-дерибасовски гуляют постепенно. Так вроде говорят у вас в Одессе, да? Итак, пять годовых бюджетов страны, считайте, да, было у одного человека. Бетлик был царь. Причем, на тот момент времени это еще не было царство Соломона. Это еще был Давид. Соломоново царство, знаете, навряд ли на земле еще будет такое. Ну, я просто думаю, что богаче страны, чем Израиль того времени, я не встречал стран, где бы до сегодняшнего дня серебро почитали за ничто. Да? Золото тоже не очень было в цене, ну, как-то, ну, золото еще считали. А вот серебро сказано, что будет место, будет место, где золото будет почитать за ничто. Знаете, когда один мужик пришел с двумя слитками золота на небо, смотрит ангел на него, говорит, я не понял, что он с кирпичами сюда пришел? Зачем это? Кому это здесь надо? То есть, ну, в общем-то, нормальный день не хундов, был не бедный парень. Давид, в общем-то, нужно сказать, воевал и имел нормальную долю с этой всей войны. Не бедный был царь, но из любви он решил, говорит, есть у меня сокровище собственное, поэтому я, говорит, решил отдать 3000 талантов золота эфирского и 7000 талантов серебра чистого для обложения стен, говорит, ну, чтоб так, вместо обоих. Ну, а что, вот это голые стены будут, это неудобно, перед Богом, как-то неудобно, поэтому давайте обложим стены золотом. А что? Для каждой золотых вещей, для каждой серебряных, для каждого изделия рук художника. Все поусердствует. Он говорит, не поусердствует ли еще кто-то пожертвовать сегодня для Господа? Слушайте, он говорит, все приготовлено, все приготовлено. Говорит, я еще сверх того, что приготовлено, нормально тогда. Ну, то есть, уже достаточно? Более чем? А еще, чисто случайно, ни у кого желания нет поучаствовать в этом процессе. Ну, мы можем спросить, а зачем? Ну, просто послушайте. Ну, давайте себе представим, да? Ну, вот мы собираем деньги на покупку здания. Ну, нам надо, ну, к примеру, не знаю, миллион. Ну, вот собрали мы миллион на покупку здания. Вышел епископ, говорит, вот это посмотрел, собрали вы все, как положено. Говорит, у меня, говорит, есть немного своих денег, давайте я доложу вам еще сверху, ну, полмиллиона, чтоб там было, как бы, красиво внутри. Ну, чисто так. Стены как-то обойми поклеить, еще что-то сделать. Ну, нормально? Говорит, кстати, а больше никто не может. Может, кто-то еще хочет дать что-нибудь? Сидите вы и думайте, а зачем? Так все, уже хватает на все. То есть, изначально, ну, изначально хватало на все, уже для всего было приготовлено. И далее еще больше, причем, ну, если вышел парень, который пожертвовал, ну, несколько годовых бюджетов страны, ну, это нормально. Причем, халабуду уже дну строили, уже немного было. Не в каждом городе. То есть, это же бюджет одного, строительства одного здания. А туда, извините меня, он, он, денек дал, что, я думаю, что несколько таких можно было построить, симпатичных. Как вы чувствуете, вот надо что-то еще добавить или нет? Братья, не надо бивну смотреть, смотрите на меня. Это уже сейчас время смотреть на меня. Вы как, чувствуете, что надо? А зачем? Ну, зачем? Уже все устроено. Послушайте, ребята, я не просто... Что назовем, там, ну, да, они были не украинцы. Да, зачем? Послушайте, я когда что-то делал, у меня всегда нормальный вопрос. Зачем? Услышьте меня. А какая цель? Дом построить. Дом построить. Так уже хватает. А где там написано, что они собирались прибежаться? Я деканов никогда не спрашиваю. Постарей, деканов, вравинов. Я никогда ни о чем не спрашиваю. Я хочу, чтобы у этих студентов, у этих студентов, которые выражают так легко, непринужденно свои мысли, они потом так же легко и непринужденно жертвовали во время того, как собирают пожертвования. Сейчас вы говорите хорошие мысли, но я не всегда уверен, что они у вас есть во время того, а у вас корзины же не ходят еще по рядам. Когда вы проходите, а, ходят уже? Иногда. И да, да. Завтра, слушай, можно я завтра соберу пожертвование? Для хмельницкого. А в пятницу вы собираете? Я думал, на шаббат. В субботу. Это послезавтра. Ну, хотите. Короче, можно собрать пожертвование. для Ромчика. Для Ромчика. Мы сделаем. Мы вызовем вас. Для начала я знаю, кого мне позвать. Я знаю, кого мне надо позвать. Вам надо будет для начала рассказать то, что вы рассказывали мне здесь. что для чего это все делать вообще, как это все. Послушайте, мои хорошие, мы можем легко и правильно объяснить правильными словами, для чего они это делают. Причем они. Моя мечта быть в какой-то церкви, ну, вот, ненадолго попасть. Пастор, который выйдет и скажет, слушайте, завязали приносить. Уже хватит. Вы замучили этими деньгами. Ну, некуда их уже девать. Уже, я не знаю, золотом обклеили этот храм. Вы все несете и несете. Остановитесь уже. Не встречаю. Я не встречал. Кто жадный? Пасторя жадный, да? Которые никак не могут остановить людей, да? Все, им мало пасторяло. Да? Или есть нужды непокрытые? Почему? Я, слушайте, я нормальный человек. Вы знаете, я периодически жертва. так у меня часто так бывает это период не часто, раз в неделю, может, чаще, ну, не важно. Но я жертва. И когда-нибудь меня, ну, просят, же, не надо, ну, это не всегда пожертвование там, в церкви, да? Это бывают просто люди, которые хотят просто что-то хорошее сделать кому-то и, ну, собирать пожертвование. Я странный человек, я спрашиваю, а шо, а как, а зачем? Я оцениваю, а надо ли? Вот если меня попросили пожертвовать на строительство молитвенного дома, где все уже есть, ну, все, есть уже, ну, все. И еще пришел парень, который дал сверху, и меня еще просит. Я сказал, а зачем? Ну, вот у меня таких светлых мыслей в голове, как у вас лично, не было бы, я бы не пожертвовал. А вы пожертвовали бы? Как? Уже не знаете, да? Недавно вы мне объясняли, зачем, почему, что это такое, как надо делать, и уже не знаете. Я спрашиваю конкретно, вы бы пожертвовали? Да? Я не понял, вы про что сейчас? Может, я плохо читал? И стали жертвовать начальники семейц, начальники Каин-Израевль, и начальники тысяч сотен, и начальники над имениями царя. И давали на устроение Дома Божьего пять тысяч талантов. Они вообще дали больше, чем Давид. Они все начальники, у них было. Тоже, кстати, были не бедные пацаны. вы не над тем думаете. Проблема заключается в том, что когда мы думаем над евреями, у нас есть масса хороших идей. Как правильно? И чего они так делают? А когда мы думаем о себе, то мы говорим, а у меня нету. А мне самому надо. А где же вот эти вот все светлые мысли про еврея? они жили не в этом завете, ребята. Они жили в другом завете. И что-то они делали, находясь в том завете. И пожертвовать тогда можно было только один раз. Ну, когда Халабуду построили здорового такого. Храм называется. Все. Уже на нее пожертвовать было нельзя, потому что она уже, извините меня, стояла. И здесь речь шла о том, что человек что-то может дать Богу. и там написано. Давид сказал, кто я и кто этот народ весь. Так он сказал? И радовался народ усердию их, потому что они от всего сердца жертвовали Господу. Так же и царь Давид весьма радовался и благословил Давид Господа перед всем собранием и сказал Давид, благословен ты, Господи, Божий Израильный, отца моего от века и до века. Твое, Господи, величие и могущество и слава и победа и великолепие и все, что на небесах и на земле Твое, Твое, Господи, Царство и Ты превыше всего, как владычествующий и богатство и слава от лица Твоего и Ты владеешь над всем и в руке Твоей силы и могущества и во власти Твоей возвеличить и укрепить все. И ныне Божий наш мы словословим Тебя и хвалим величественное имя Твое, ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать? Мы имели что? Большое спасибо, что Ты дал нам эту возможность. Оказывается, жертва это возможность это возможность. И вы знаете, как всякую возможность ее можно или упустить. Ее можно использовать или упустить. И эти ребята использовали возможность. Они узнали, что можно и начали делать. И все радовались. Народ смотрел и говорит, слушайте, какие оружие ребята. А народ жертва. Да? А где по тексту? Он предлагал по жертвой? Да, ну текст. Текст, 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 текст. Что нам говорит текст? Интересно, да? Вы знаете, правда заключается в том, что не всем могут жертвовать. Не всем и не всегда дают возможность жертвам. им зацепить его. Ему уже стало интересно, а как же всем или не всем? Их! радовался. Народ радовался. Послушайте, это великое преимущество, привилегия, честь иметь возможность жертвовать Богу. Мы не всегда к этому так относимся и не всегда это понимаем. Потому что у нас учение такое, когда нас уговаривают жертвовать. Не во всех церквях, правда, это делают, потому что в некоторых церквях вообще не призывают к жертвованию. Просто стоит ящик или коробка, куда люди просто ложат деньги. они знают, это на нужды молитвенного, то они там в общем-то ложат. Никакого особого призыва к пожертвованиям нет. В церквях нового поколения, ну, не нового поколения, новой формации, харизматических церквях, или церквях, возникших достаточно недавно, учение о даяниях, оно весьма, весьма распространено. И достаточно, ну, иногда большая часть служения уделяется сбору именно, извините меня, денек. Понятно, да? И людей, в общем-то, ну, скажем так, мягко поощряют к даянию. Ну, а в Писание никто не пошел. Давид именно спросил, а еще больше никто не хочет. Он не начал проповедь длинную минут на сорок или на часа полтора. Объясняй, сейчас я вам объясню, что надо делать, ребята. Сейчас я вам хорошо объясню, в чем преимущество этого даяния, и что вы с этого будете потом иметь. Потому что вы сейчас можете упустить возможность. Вы не понимаете, до конца всего, всей серьезности момента, поэтому я сейчас вам разъясню. И дальше потом долго разъяснял, как надо сейчас жертвовать, и что только доброходного любит Бог. И если вы не дадите меру добрую, нагнетенную, нутрясенную, то потом сами понимаете, нечего будет вам сыпать в лоно ваших. Ну, понятно, да? Он говорит просто, ну, если кто-то еще хочет, ну, вот, есть пока возможность. И они что сделали? Начали с жертвами. Все, проповедь закончилась. Хотите, можно, потому что потом будет что? Нельзя. И вот этот вот вопрос привилегия даяния. Я знал богатых людей, которые хотели дать Богу. Они давали в православные храмы, в синагогу и в мечеть заодно тоже. Знаете для чего? Ну, где-то же он должен быть. Где-то же он должен быть. А если он где-то есть, ну, то он взял, уже у меня с ним нормально, я потом приду на небо и уже договорюсь. Потому что, ну, я же с ним нормально, я ему денег дал, они взяли, все, через посредников все нормально передали. Они же его представляют на этой земле, хоть кто-то из них. Неизвестно еще кто, но кто-то же должен представлять его. Поэтому дадим денек, а там разберемся, кто был на самом деле его представитель. Не жалко потерять, лишь бы с ним иметь нормально. Это похоже на жертву? Да, это похоже на бизнес, да. Ну, да. Знаете, когда-то был такой анекдот, в 90-х годах некоторые умные харизматы ходили в общем-то по бизнесменам и предлагали им пожертвовать. и если они пожертвуют, они за них помолятся и у них все будет хорошо. Сложили такие истории, да? Вот одна из таких историй, когда они пришли к одному пожилому еврею и говорят, слушай, дедушка, у тебя тут хорошо, бизнес там все хорошо идет. она говорит, давай мы за тебя помолимся и Бог тебя еще больше благословит. А ты нам. Ну, а мы за тебя помолимся и все у тебя будет хорошо. Дедушка посмотрела и говорит, ребята, зачем вам посредники? Ну, помолитесь за себя и у вас все будет хорошо. Зачем вам посредники? Зачем? Чтобы вы помолились за меня, он дал мне, я себе, а потом вам. Ну, зачем такая сложная схема? Молитесь, он сразу вам даст и все. Кому нужно посредники между нами? Я же себе долю за это беру, поэтому давайте идите молитесь, он вам даст. Понятно, да? Еще раз, возможность жертвовать является большой привилегией. И мудрые сердцем это что? Не упускают, понимают. И вопрос стоит не в том, смотрите, есть возможность пожертвовать, поэтому я вам расскажу, какая-то большая привилегия и уговорю вас немного дать. понятно, о чем я говорю? Есть возможность пожертвовать и эту возможность лучше не упускать, если вы мудрые сердцем, а мудрые сердцем это те, которые любят Бога, те, которые имеют взаимоотношение с Богом. Итак, жертвы были добровольны. Некоторые из них они были добровольны. Вне зависимости от всяких обстоятельств вы руководствуете лишь внутренним чувством благодарности Всевышнего. Таким образом человек мог принести жертву. Можно было что-то пообещать, а потом исполнить. Отлично. Итак, в жертву приносились только домашние животные. В жертву приносились только домашние животные. Очень любопытный момент. В жертву нельзя было принести оленья, которого вы застрелили на охоте. Или поймали его на охоте, а потом решили привезти красоту именно. Священник, я думаю, просто ошалел бы, если в храм кто-то привел оленя. Или косулю. Почему? Да. Ну, олень тоже может ценность присоединять. Но олень это случайная добыча. да. Жертва не может быть неценной или, так сказать, на шару. Помним историю с первой паралипоменом 21 главы, с 21 по 25 стих. с гумна. Да. И пришел Давид к Орне. Орн взглянул, увидел Давида. Вышел из гумна своего, поклонился Давиду лицом до земли и сказал Давид Орне, отдай мне место под гумном. Я построю на нем жертвенню Господу. За настоящую цену отдай мне его, чтобы прекратилось истребление народа. И сказал Орн Давиду, возьми себя. Вообще не упал забирать. Пусть сделает господин мой царь все, что ему угодно. Вот я отдаю и волом на все сожжение, и молотильное орудие на дрова, и пшеницу на приношение. Все отдаю даром. Ну, благословение. Многие скажут, что же это. Вот Орн молодец. Благословил Давида. Что, не звучат у нас такие вещи иногда? Молодец, благословение, все, отлично. А Давид говорит, не-не-не, не-не-не, не. Хочу купить у тебя за настоящую цену. Он предупреждает, слушай, я не хочу левых сделать, что ты сейчас мне сделаешь скидку. Слушайте, иногда мы приходим к братьям, сестрам, говорят, ну, я же брат, ну, сделай мне скидку. ты не понимаешь, что я служитель, Богу служил, скидку давай. Ты что, не понимаешь, на что это вообще я собираюсь все, что сейчас со всем этим будет происходить, что, не понимаешь, да? Давид говорит, не-не, отдай за настоящую цену. Говорит, мне не надо бесплатно, мне не надо со скидкой, я хочу за настоящую цену, ибо не стану приносить твоей собственности Господу и не буду приносить во все сражение взятого даром. И давид орни за это место 600 сикелей золота. Нормально? Ну, что? вспомните отца нашего Авраама, когда он пришел покупать место для погребения царя. Харит. Вопросов нет. Харит, бери. Харит, не-не-не. Я, говорит, даром? Что? Не хочу. И тут человек называет цену. Говорит, что для тебя и меня 400 сикелей зеребра? А что это? Он говорит, о чем я разговариваю? Что это, деньги? Что это, деньги? Что это, для тебя, вообще, деньги? Скоро, ты для меня, это не деньги. Мог бы забрать, да? А вы никогда не задавались вопросом? Аж сколько это? А сколько это? Это хорошее. Послушайте, иногда мы не понимаем этого размера. Нам тяжело оценить, что произошло. Вы хорошо понимаете. если бы я сказал, ну что для тебя и меня 400 тысячи долларов за этот участок земли? Понятно, сколько это? Ну, вы понимаете, о чем люди? Что для тебя это деньги, для меня это тоже не деньги? Тихо, тихо, ты сказал 4? Да. Ну, тут все понятно. А он что сказал? Ну, сколько? Я понял, что это много. Это такая цифра. Вы получаете большую зарплату, маленькую. Для кого? Ага, спасибо. Для этих ребят это было мало. А вы говорите много. Наверное, уже появилось слово наверное. Я же вас мучаю. чувствуете, да? Я возбуждаю вас интерес. Сколько? Короче, ну, там где-то можно было за эти деньги нанять 75 человек. В течение года. 75 пацанов могли трудиться на вас в течение года. За кусок земли. Еще раз, можно привести. За эти деньги можно было нанять 75 человек паденщиков на год. Представьте себе, сколько стоит работник? Ну, кто-то строился? Кто-то строился? Набирали на день работников? Сколько стоил? Ну, сколько это? 100 гривен в день. 100 гривен в день на одного человека. не вопрос. Еще раз. 7 500 на день. Умножьте на 360. А? Сколько? сколько? Вы что это за кусок земли там был, извините меня? Я вам скажу, что за такие деньги можно порядочный кусок купить в центре Одессы. Послушайте, он купил кусок поля точно не в центре города, который мы хотели отдать, ну, то есть, я сказал, да забирай. Итак, мужик просто так проронил, ну, что, 400, ты сказал 400, получите 400 сетей из ремня. Послушайте, он гарантирован для нас до сегодняшнего дня. до сегодняшнего дня мы знаем, что у нас есть кусок земли, который мы купили. У нас есть там кусок земли, который принадлежит нам по праву, потому что наш папа отдал за него нормальные деньги, и это наша земля. Точно так же другой наш отец тоже купил в шхеме земли. они покупали, они не хотели даром, потому что если бы даром, то завтра бы пришли и сказали, слушайте, мы тут подумали и решили, а возвращайте наши подарки. Но он заплатил настоящую цену. Итак, друзья мои, мы иногда хотим подешевле. Мы иногда хотим, чтобы оно было, ну, если не на шару, то близко к этому. А мужи божьи хотели для Бога все за настоящую цену и не хотели дешевле. это удивительная способность человека понимать, что то, что я хочу принести к Богу, оно должно быть ценно для меня самого. И я хочу заплатить настоящую цену. Я хочу принести настоящую жертву. помним, да? Что-то незначительное, малоценное, не похоже на слово под названием жертва. Аминь. Что-то понятно? Вы поняли нечто о жертве Аллах, жертве всесожжения? Ничто есть жертвы добровольные. И есть жертвы, которые, мягко говоря, недобровольные. Вот жертва, к примеру, за грех, мы завтра будем размышлять на эту тему, она недобровольная, извините, как-то не складывается с добровольным принесением жертвы за грех. Жертва повинности тоже, мягко говоря, недобровольная. Понятно, да? Есть часть добровольных жертв. И вот эта часть, я думаю, для нас должна быть драгоценной, важной и понятной. Мы будем говорить о тех жертвах, которые не являлись добровольными, они тоже достаточно интересные, и я вам скажу, что имеет смысл разобраться в них. Но прежде всего, я хотел начать с понимания добровольных жертв. Поразмышляйте об этом. Ну, я советую вам прочитать глав этак 10 для начала книги Леви. леви. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...